Уважаемые коллеги, предлагаю начинать нашу лекцию. Меня зовут Евгения, я представляю фонд имени Никлуха Маклая и рада вас всех приветствовать на проекте нашем «Экспедиция трех веков» после дам Никлуха Маклая. Сегодня у нас пройдет первая лекция из цикла, всего их будет четыре. Я также рада приветствовать Алексея Александровича, директора Малой Академии, члена Совета, руководителя Комиссии географического и экологического образования Краснодарского регионального отделения РГО и хотела бы передать ему слово. Добрый день, уважаемые коллеги, участники сегодняшнего мероприятия. Рад приветствовать на площадке фонда имени Никлуха Маклая и наших ребят, учащихся Академии «Экспедиция», кто сегодня присоединился к такому новому формату нашей совместной работы, к проекту, который организовал фонд имени Никлуха Маклая. Надеюсь, что тема сегодняшней и последующих лекций будут всем интересны и позволят подготовиться к тому конкурсу, который фонд собирается проводить для всех желающих. Хочу пожелать успешной работы плодотворной. Давайте начинать. Спасибо большое. А сейчас бы я хотела представить нашего лектора. Это Артем Карин, член молодежного экспертного совета фонда имени Никлуха Маклая. Артем, вам слово. Да, здравствуйте. Хотел бы сначала уточнить, все ли видно, видно ли презентацию. Да. И слышно ли, прекрасно. Да, как уже представили, меня зовут Артем Гарин, я являюсь членом молодежного экспертного совета фонда имени Никлуха Маклая, сотрудником института востоковедения РАН. И особенно рад, что у нас сегодня мероприятие проходит совместно с Академией. Очередное мероприятие, естественно, на котором всегда есть большая дача от учащихся, и это действительно очень радует. И вот сегодняшнее мероприятие у нас будет посвящено выдающемуся ученому-путешественнику, гуманисту, общественному деятелю, с именем которого тесно связаны российские исследования в южной части Тихого океана во второй половине 19-го столетия. Это Николай Николаевич Миклух Маклая. Ну и более того, путешествия и научные исследования Николая Николаевича, они составили действительно важную веху в истории как российской, так и мировой науке. Ну, сегодняшняя лекция проводится фондом имени Миклуха Маклая в рамках проекта экспедиции трех веков по следам Миклуха Маклая при поддержке фонда президентских грантов, а также научной экспертной поддержки Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института Востоковедения Ирана и всей российской ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Ну и что же собой представляет наш проект? Во-первых, благодаря проекту вы узнаете о достижениях наших соотечественников в исследовании Новой Гвинеи, океане и о русских названиях географических объектов в регионе Южных Марин. И более того, если вы уже готовы для проведения научных исследований на северо-восточном побережье Новой Гвинеи, который называется Берег Маклая, то у вас действительно есть уникальная возможность разработать собственный проект экспедиции по следам отважного путешественника, ученого-гуманиста Николай Николаевич Миклуха Маклая. И вот, кстати, о котором мы сегодня с вами и поговорим. Николай Николаевич Миклуха Маклай это действительно молодой ученый, он родился в деревне Языково-Рождественской Новгородской губернии, и уже во время обучения в гимназии проявлял такой живой интерес к естествознанию, географии. В студенческие годы Николай Николаевич искал себя, он осваивал различные естественные науки, например, он учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета, затем в Германии, в том числе и на медицинском факультете. И важно отметить, что там он также углубленно изучал и зоологию, сравнительную анатомию, интересовался антропологией, этнографией, философией, политической экономией. То есть действительно разносторонний человек. И как ученый естествоиспытатель, а естествоиспытатель это тот человек, ученый, который занимается изучением природы, ее растительного, животного, минерального, например, мира. Миклух Маклай прекрасно осознавал, что для дальнейших экспедиций ему понадобятся знания сразу в нескольких научных дисциплинах. И вот как раз на данной фотографии мы видим Николая Николаевича Миклуха Маклая во время обучения его на медицинском факультете в Вьенском университете с его профессором. Это был профессор зоологии, выдающийся биолог-эволюционист, который, кстати, благодаря которому в мир пришел, например, термин «экология». Его зовут Эрнст Геккель. И вот с ним, будучи 20-летним студентом, Миклуха Маклая отправился в свою первую экспедицию в Северную Африку. Отправился он туда для изучения морской фауны. То есть он изучал губок и акул. И важно отметить, что Николай Николаевич показывает всегда своим примером, что в экспедицию можно отправиться, то есть и будучи молодым ученым, не обязательно ради этого достигать каких-то особенных высот, регалий и так далее. Николай Николаевич всегда движил вот этот вот живой интерес к познанию планеты. И вот именно тогда во время экспедиции в Северную Африку Миклуха Маклая, в нем проснулся вот этот интерес к культуре, обычаям народов, чьи территории он посещал и оставлял, естественно, там ценные этнографические заметки. И, вероятно, именно поэтому его дальнейшая научная деятельность была уже в большей степени связана именно с этнографическим, с антропологическим изучением малоизвестных на тот момент народов Тихого океана. И вот я вам рассказываю, тут эта этнография, антропология и так далее, что же представляют вообще собой эти науки. Потому что важно, даже, естественно, взрослые, все люди, многие путают эти понятия или как-то соединяют их в едино, но не до конца существует четкое понимание, на что нацелено. И вот, например, этнография у нас это наука, изучающая и описывающая материальную и духовную культуру народов мира, в то время как антропология это совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождение, развитие, его существование в природной среде, то есть естественно, его существование в культурной среде. То есть, естественно, важно всегда проводить вот эту небольшую грань несмотря на схожесть между этими терминами. Ну и вот, после возвращения из университета, опять же, молодой человек, Николай Николаевич Микрух Маклай, был услышан уже в императорском русском географическом обществе, где он представил свой проект многолетней экспедиции на Тихий океан. И вот это вот перед экспедицией, например, ознакомление с научной литературой, беседы, переписка с ведущими отечественными учеными, мировыми учеными, набили его на мысль, что исследования вот эти многолетние целесообразно начинать именно с Новой Гвинеи, огромного острова в южной части Тихого океана. Ну и что же представляет собой Новая Гвинея? Это второй по величине остров, который, опять же, подчеркиваю, располагается в южной части Тихого океана. И, естественно, это одно из наиболее уникальных и разнообразных мест на планете. Например, остров был открыт в 1526 году португальским мореплавателем, затем в 1545 этот остров посетил уже испанский мореплаватель, но дал ему имя Новая Гвинея. А почему он дал ему это имя? Потому что, по его мнению, местные жители, как он увидел с корабля, то есть на берегу, были такие же темнохожие, то есть похожие на аборигенов в Африке, в принципе, пейзаж был такой же, очертание берега тоже был тропический. И ему, естественно, это напомнило Африканскую Гвинею, поэтому он ее назвал Новая Гвинея. И именно, вероятно, вот поэтому Новую Гвинею часто, получается, у нас путают сейчас с африканскими странами. И нам важно запомнить, естественно, что в мире на сегодняшний день есть четыре Гвинеи. Три из них располагаются в Африке. Это Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау и Гвинея. И в то время, как у нас независимое государство Папуа, Новая Гвинея, оно уже располагается в восточной части острова Новая Гвинея, вот здесь вот. Вот здесь вот, да. И поэтому, естественно, когда вы будете отправлять уже свои заявки на конкурс, вам нужно помнить, что вы отправляетесь именно на берег Маклая, и не в Африку, а в южную часть Тихого океана. Ну, естественно, культурная и, в особенности, лингвистическая картина острова, она довольно пестрая, она даже очень пестрая, потому что там население говорит аж более чем на 860 языках. Всего их там около 867. И самое древнее население Новой Гвинеи это папуасы. Первые поселенцы на этом острове оказались около даже более 40 тысяч лет назад, а ныне численность папуасов составляет 10 миллионов человек. И как мы видим на этом слайде, для их внешности у нас характерен темный цвет кожи, курчавые волосы и сравнительно большая ширина носа. Почему я выбрал Новую Гвинею? Это цитата. И с этой цитаты именно и начиналась вот эта статья Миклуха Маклая о Новой Гвинеи, его одна из первых статей, план, который он составил еще до отправления в экспедицию. Получается, для русского ученого, который с молодых лет, мечтая, искал вот эту возможность отправиться в далекое, но в то же время опасное путешествие в экспедицию, которая при этом обогатит науку важными открытиями, сделает имя ученого, который это совершил известным во всем мире, во всей стране. Новая Гвинея по сути была идеальным выбором. Несмотря на то, что открытие Новой Гвинеи, как мы знаем, уже, например, прошло в 16 веке, в годы Маклая, то есть в 1860-е, 70-е, она все еще оставалась неизведанной частью земного шара. Не было точных сведений ни о площади острова, не было точных сведений об очертаниях берегов, а что находится внутри этого острова, во его внутренних районах, в его джунглях, все это оставалось абсолютно неисследованным. Получается, даже фактически не было начато изучение самого населения Новой Гвинеи, папуасов. И вот эти вот отдельные достоверные наблюдения, например, с корабля издалека, они в то же время уживались вот с этими вот самыми нелепыми, можно сказать, вымыслами и легендами, которые пытались придумывать из этого некоторые ученые или просто-напросто авантюристы. Ну, естественно, из-за этого, к сожалению, в те времена папуасам многие и многим другим, в принципе, от европейцам народом отводили роль вот такого промежуточного звена между самими европейцами и их животными предками, что, естественно, использовалось для оправдания работорговли, использовалось для оправдания колонизации. Ника Никачу Миклуху Маклаю стала очевидна опасность подобных идей. И вот молодой ученый решил на неопровержимых фактах показать, что же собой на самом деле представляет папуасская раса. В экспедицию Ника Никачу Миклуху Маклаю собирался особенно тщательно, это тоже вам важно учитывать обязательно в своей заявке, какое оборудование вы с собой возьмете для проведения исследований. он взял, и причем важно помнить, что вы отправляетесь на Новую Гвинею, то есть тоже важно понимать, что это оборудование, у вас должно быть и запас какой-то, естественно, основной экземпляр. И Ника Никачу Миклуху Маклаю взял с собой микроскоп, он взял с собой приборы для метеорологических и других измерений, например, взял бумагу для записи, рисования, ящик с медикаментами и прочее. что важно, он всегда, всегда, абсолютно запечатлял какие-то моменты, пусть даже если и не в своем дневнике, то он никогда не выпускал из рук свою записную книжку. Вот, например, это же видно опять на этой фотографии, то есть, мы понимаем, Ника Никачу здесь в экспедиционном костюме. Фотография эта сделана, естественно, постановочная, потому что тогда фотоаппаратов-то практически не было, и, естественно, к этому заранее готовились, но даже в этом моменте Николай Никач Миклух Маклая всегда были записной книжкой, чтобы не упустить какой-то такой ценный момент, который может обогатить науку или, наоборот, быть исследован спустя многие там десятилетия или столетия впереди. Ну и кроме того, важно нам сказать, что интересы были как у Николая Никача Миклух Маклая к этой экспедиции, так его планы и поддерживали и на государственном уровне, Например, в одном из Петербургских архивов хранится записка от одного государственного деятеля, который как раз рассказывает там о ценности российского присутствия в Тихом океане. И цель вот этой записки была обратить внимание на то, какие огромные выгоды могла бы получить Россия, если бы она начала изучать острова близ северо-восточного побережья Новой Гвинеи. Миклух Маклай, например, тогда же был осведомлен, что он отправится в свое путешествие на корвете Витязь. Но при этом он знал, что при этом не планировалось, что судно будет идти прямиком до Новой Гвинеи. То есть, представляете, тогда, в принципе, никто ничего не знал о Новой Гвинеи, ему приходилось добираться от Индонезии самому сначала. И, естественно, это его не останавливало, но при этом порождало еще больше опасений. И вот в этой записке как раз указывается, что у вас в экспедицию отправляется Николай Николаевич Миклух Маклай, что, естественно, следовало ему посодействовать в его деле, чтобы он добрался именно до Новой Гвинеи. Ну и особенную помощь, особую помощь путешественнику оказала великая княгиня Елена Павловна. Она отличалась, как пишут ее современники, таким, с широкой образованностью, умом, то есть много занималась благотворительностью. Она охотно выступала в роли мецената, то есть покровителя наук и искусств. И вот, опять же, по воспоминаниям современников, она всегда была рада помочь талантливой молодежи, в том числе и Миклуха Маклая. И вот влияние великой княгини, вот эти все записки, они помогли, опять же, также молодому ученому отправиться на Витязи прямиком до Новой Гвинеи. И важно отметить, что родственники и друзья на тот момент 24-летнего Миклуха Маклая, по сути, это мой ровесник, они понимали, что он отправляется в неизведанную часть земного шара, о которой ходили противоречивые слухи. И, естественно, многие прощались с ним, когда он отправлялся в экспедицию в ноябре 1870-го года, как в последний раз. И по своему опыту я могу, например, сказать, что сейчас 21-й век, и все равно, когда мы отправлялись на Новую Гвинеи в 2019-м году, все равно многие родственники думали, что и отправляются чуть ли не в космос, они даже не все равно не могли понять, для них это было очень далеко и такой неизведанный мир. Ну, что, естественно, все мы сегодня на мероприятии, поэтому все закончилось прекрасно. И, опять же, важно всегда развеивать подобные мифы, стереотипы. И плавание на Миклуха Маклая на Заветный остров заняло почти 10 месяцев, в ходе которого он посетил Иданию, и Германию, Бельгию, Нидерланды, Рио-де-Жанейро, Чили, побывал на островах Полинезии. И даже во время плавания Миклуха Маклая не останавливал подготовку к своей будущей экспедиции. Например, он закупил все, вплоть до досок, для строительства своей хижины на Новогвинейском берегу. Он позаботился об экспедиционном тропическом костюме, которым, опять же, важно помнить, обладал рядом незаменимых для экспедиции свойств, особенно для экспедиции на Новую Гвинею. Например, он был плотным, чтобы обезопасить от укусов змей, насекомых, плотно прилегал к телу, естественно, что предотвращало попадание их же под костюм. Ну и первое пребывание Николай Некрач Миклуха Маклая на Новой Гвинеи, на северо-восточном побережье, которое впоследствии получило название берег Маклая, оно стало знаменательным событием в жизни отважного путешественника. Во-первых, при помощи русских моряков Миклуха Маклая была построена хижина, потому что никто точно не знал, когда именно ученый вернется из экспедиции и вообще останется ли он в живых. И для этого у него даже была договоренность, что под деревом было специальное место выкопано, там бы как раз таки хранились дневники ученого в специальных капсулах, если на случай, если с ним что-то случится. И также была договоренность, что русское судно придет туда спустя год. Поэтому, естественно, никаких вестей, никаких, то есть ни письмо абсолютно элементарно, Миклуха Маклая отправить оттуда не мог. И интересно же, что в те времена большинство зарубежных ученых делили описание, как мы уже говорили, коренного населения, отталенно, там, с борта корабля, там, с записок миссионеров, которые когда-то там бывали. Естественно, это провоцировало неточности в научных исследованиях. Но Миклуха Маклая избрал один из наиболее непростых и в то же время уникальных способов проведения экспедиции. Когда он отправился к изучаемому народу на длительный период времени, иногда даже ученый даже на несколько лет. Он был первым в мире, кто поселился с изучаемым народом Новой Гвинеи, жил их образом жизни, даже стал частью этого народа. И вот это ему все дало возможность собрать вот этот ценный этнографический материал, глубже понять те или иные обычаи, например, обряды, их смысл, изучить повседневную жизнь папуасов или их язык. На Новой Гвинеи Миклуха Маклая оказался среди людей каменного века, что также важно понимать, потому что это, в принципе, конец 19 века. Но, естественно, такое случается не всегда. Это уникальный случай. Люди там даже не использовали в быту металлические орудия труда и прочее. То есть они использовали камни, ракушки. Естественно, они также не видели белого человека. И изначально отнеслись к странному пришельцу, как к некому сверхъестественному существу. Они ему предлагали уплыть обратно. кто-то даже был более агрессивным. Но путешественник никогда не реагировал на эти действия, не проявлял агрессии и везде ходил без оружия. И вот в этом случае особенно примечателен вот случай, когда Николай Николаевич Миклуха Маклая по прибытии на Новый Гвинеи, то есть ему построили хижину. Около хижины было несколько тропинок. Каждая из этих тропинок вела в определенную деревню. И вот он, естественно, расположился и решил познакомиться с папуасами поближе и пошел по одной из тропинок наугад, куда она его приведет. И у него был выбор, например, взять с собой револьвер, ружье. Естественно, он этого не сделал, потому что шел с благими намерениями и даже использовал все это оружие в основном для охоты. Поэтому даже впоследствии уже, когда папуасы приходили к Миклуху Маклая в хижину и там висело ружье, они даже не представляли, что это такое. Они никогда не видели, как он стреляет из него, они не слышали его никогда. И поэтому они, в принципе, относились к нему, ну, то есть они не поздравили, что оно может нести вообще какую-то опасность. И вот Миклуха Маклая приходит в деревню, у него с собой только записная книжка, он слышит крик, визг, то есть женщины с детьми убегают в джунгли, его встречают несколько мужчин с копьями, с луками, а потом вообще в Миклуху Маклая летит две стрелы. И тут важно понимать, что как бы другие, ну, европейские ученые, путешественники, они могли бы просто отреагировать, взявшись также за оружие, и, по сути, обезопасить себя, и при этом бы все это привело к конфликту. И здесь важно понимать, что когда вы отправляетесь опять же в экспедицию, всегда важна трезвость вот этого расчета, потому что Миклуху Маклая удалось понять за короткий промежуток времени, что люди, которые живут в каменном веке, и при этом мимо него пролетают две стрелы, которые в него не попадают, как бы белого человека впервые не увидят, то есть он как мишень, но они, естественно, промахиваются. И он понял, что они это сделали не из какой-либо агрессии, они просто, во-первых, сами испугались, а во-вторых, они хотели просто-напросто посмотреть, какая у него будет реакция. И в этом случае Миклуху Маклай нашел, опять же, уникальный выход, он взял циновку, это такой плетеный настил, разместил его под деревом, и просто-напросто лег спать. И когда он уже проснулся, он пишет мне, как что он проспал около двух часов, открыл глаза, увидел пупуасов, они были уже, в принципе, не такие угрюмы, потому что видели, что от него не может исходить опасности, и они на него смотрели, наоборот, очень удивленно. В этом случае Миклуху Маклай проснулся, у него, опять же, было немного времени, но он успел при этом зарисовать некоторые постройки и некоторых жителей, и в то же время, опять же, с ними попрощаться и уже удалиться в свою хижину. И вот благодаря вот этой своей осмотрительности, сдержанности, терпению, ему удалось преодолеть насторожность пупуасов. И впоследствии, сблизившись и подружившись с жителями местных деревень к аренду, бонгу и гумбу, что немаловажно, научившись объясняться на их языке, установив добрые отношения с обитателями многих деревень вокруг берега Маклая, русский ученый смог уже широко развернуть свои исследования. Здесь же опять важно понимать, что если у вас есть доверие с местным населением, если вы правильно вошли с ним в контакт, если они понимают, что вам можно доверять, и вы пришли с благими намерениями, то, естественно, из-за этого у вас исследования могут быть более просто-напросто продуктивными. И вот на Новой Гвинеи, как я уже говорил, Миклуха Маклая считали сверхъестественным существом. Причиной этому стал светлый цвет поле путешественников, как я уже говорил, вообще попуасы не видели. И они приняли его сначала за предка, который вернулся из мира духов. И вот согласно записям Миклуха Маклая они называли его Карам Тамо, то есть, человек с Луной, и видели в этом разгадку его могущества и фантастических особенностей. То есть, естественно, люди, когда никогда не видели белого человека, к нему он приходит, у них сразу как быть спазл. Если единственное, что, в принципе, там есть белое, это Луна, значит, он оттуда. И при этом Миклуха Маклая обладал медицинским образованием, которое им помогло. Он успешно лечил попуасов. Они приходили, постоянно обращались к нему за медицинской помощью. Естественно, он лечил те болезни, которые, например, папуасы могли лечить или медленнее, или как-то. А у Миклуха Маклая было специальное образование, и он, наверное, так помогал. Ну, естественно, все это, вот это помогло свершиться вот этому перелому, когда Миклуха Маклая перестали окончательно сторониться, его стали приглашать в так называемые мужские дома, где, например, хранятся разные ритуальные предметы, где мальчики учатся охоте, рыболовству, и так далее. Но при этом продолжали считать русского ученого вот этим мифическим существом. Правда, не злым, а несущим доброе издеяние. Ну, естественно, Миклуха Маклая не мог замечать себе вот этого особенного отношения со стороны папуасов. Например, особенно, как же тут его не замечать, если они к нему, например, приходили и говорили, там, просили изменить погоду, просили изменить направление ветра. И папуасы, естественно, также были, например, убеждены, что взгляд ученого может вылечить больного, может предотвратить землетрясение. Кто-то даже писал, что он там, ну, не писал, кто-то распространял вот эти сведения, что он там не может летать, может зажечь море и прочее, и прочее. И, естественно, Миклуха Маклай не только не опровергал, а отчасти даже поддерживал эти поверья, потому что они обеспечивали ему, во-первых, безопасность, такой непререкаемый авторитет, и все это ему создавало более благоприятные возможности для научных исследований. Во время экспедиции на берег Маклая путешественнику удалось провести антропологические измерения, собрать богатейший этнографический материал, а что у нас, получается, относится к этнографическому материалу, это одежда, элементы одежды, украшения, там, традиционное оружие, орудия труда, то есть, как вообще все это используется в быте папуасов, что они едят, какие они отмечают праздники и прочее, и прочее. Но при этом Миклуха Маклая удалось записать и 350 слов из бесписьменного языка берега Маклая, то есть, у них не было письменности. Благодаря Николая Николаевичу Миклуха Маклая этот язык древнейший, по сути, один из древнейших языков, он прошел спустя эти века, он был сохранен. И, кроме того, в принципе, ученый-то и сам успел освоить этот язык, и это знание языка народа, где он проводил исследования, это, опять же, важно учитывать, помогло ему еще глубже погрузиться вот в эту местную культуру. Естественно, дневниковые записи Миклуха Маклая по сей день остаются ценным источником по этнографии Новой Гвинеи. И вот, покинув за северо-восточный побережье Новой Гвинеи, берег Маклая, ученый решил, он сделал это в 1872 году, ученый непременно решил продолжить изучение коренного населения Новой Гвинеи. За это время он посещал еще дважды берег Маклая в 1876-77 годах и в 1883. его пребывание на берегу Маклая в общей сложности составило около 30 месяцев. Например, во время своей второй экспедиции на Новую Гвинею, на северо-восточное побережье, путешественнику уже не надо было преодолевать вот эту пропасть, которая возникла при первом знакомстве с папуасами, отделяла его от местных жителей какое-то время. Поэтому также важно помнить, если о вас сохранилась добрая память, значит вам последующие исследования будет проводить проще и не только вам, а возможно людям спустя 50-100-150 лет, как опять же показывает пример Миклуха Маклая. И вот высадившись в заливе Астралия, он уже встречает старых друзей, там новое поколение, которые были детьми, уже при этом стали более-менее взрослыми, они уже знали, кто такой Миклуха Маклая. И Миклуха Маклая все это помогло опять же совершенствовать местный язык, потому что папуасы, например, помогали ему называть, называли ему географическое положение, называли название определенных географических объектов, мысов и так далее. И в принципе вот все это укрепило вот это доверие и дружбу между ним и обитателями всех окрестных деревень. И благодаря этому Миклуха Маклай смог углубить свои поздания в области антропологии и этнографии берега Маклая. Теперь ему удавалось даже подробно описать и свадьбы в деревнях, и собрать интересный материал о погребальных обычаях, способах захоронения. То есть, он максимально стал частью этого народа. И вот последняя экспедиция Николай Николаевич Миклуха Маклая на северо-восточное побережье Новый Гвиней состоялось в марте 1883 года. Съехав на берег, путешественник писал, что чувствовал уже как дома себя. То есть, каждый день ему было знакомо. Местные жители в то же время ему рассказали, что они, к сожалению, натерпелись немало от местных племен, которые совершали набеги. Но, что особенно важно, они как раз таки натерпелись и от европейцев, которые уже к тому времени несколько раз высаживались на берегу. И всем хотелось, как вспоминает Николай Николаевич Миклуха Маклай, чтобы он по-старому поселился с ними. То есть, уже не в своей хижине, например, а он, например, чтобы уже поселился с ними в деревне, чтобы защитил их от вот этих вот Томо и Инглис. То есть, Томо по бонгуанскому языку, по языку жителей деревни Бонгу, это человек. В то время как Инглис, ну, всем понятно нам, кого они означают. И вот, перед отплытием Томо Рус, то есть, большой русский человек, Томо Боро Рус, как называли там, Миклух Маклая, созвал представителей всех окрестных деревень, и сообщил им о своем намерении отплыть обратно уже с берега Маклая. И он, естественно, их предупредил. Он уже понимал, что он боролся с колонизацией, но он понимал, что все-таки там немцы, англичане и прочие попытаются все-таки колонизировать этот регион, что им удалось. И он, соответственно, говорил, что к вам будут приплывать такие же люди, такого же цвета кожи, с такими же носами, с такими же волосами, так же, может быть, разговаривать на похожем языке, но это будут уже другие люди, это не будут друзья Маклая. И вот он написал несколько, например, знаков, как бы он показывал, как бы можно было отличить друга Маклая от не Маклая, потому что тогда уже, то есть, опять же, будучи молодым ученым, Миклуха Маклай, благодаря своим экспедициям, был известен во всем мире. И поэтому, естественно, этим могли пользоваться те же колонизаторы, которые были действительно случаи, когда они приплывали на берег Маклая или прочее, и говорили, что вот они от Маклая, но, естественно, папуасы уже знали, что есть определенный набор вот этих символов, которые, вот этих жестов, которые, которым они могли понять, что это именно Николай Николаевич, их не обманули. Но, в итоге, вот эта последняя сцена расставания, довольно хорошо описана у Николая Николаевича, то есть, островитяне плакали, расставали с ним, и он, в принципе, сам по ним надеялся, что он туда вернется, но понимал, может быть, что этому уже сбыться, это, в принципе, к сожалению, не суждено. И вот за свою жизнь Николай Николаевич успел внести значительный вклад в самые различные научные дисциплины. Например, в области физической антропологии и этнологии можно справедливо утверждать, что именно Миклух Маклай открыл внешнему миру, первым в мире, вообще, вот эту уникальную культуру папуасов, их хозяйственный уклад, общественную жизнь. И он показал своими исследованиями насколько были несостоятельны вот эти российские взгляды некоторых зарубежных антропологов, что как-то папуасы отличаются, как-то они не такая развитая раса, как европейцы. Естественно, Миклух Маклай доказал, что все расы в мире равны, и нет какой-то превосходящей. Также Миклух Маклай, например, был одним из первых, точнее, одним из последних в истории мировой науки ученых, таких натуралистов широкого профиля, который не только поставил в центр своих исследований человека, появление его культуры, в рамках географической, к культурной среды. Он активно использовал все свои накопившиеся знания в отраслях вот этого естествознания, и работал, в частности, с проблематикой океанографии. То есть на пути к Новой Гвинеи он первым в мире измерил температуру воды на глубине 1830 градусов. Он занимался, при этом интересовался геологией, проводил метеорологические измерения регулярно. Авторство в итоге Миклух Маклай принадлежат более 160 научных трудов. То есть это, опять же, труды у нас в области этнологии, в области этнографии, аналогии. Эти труды опубликованы на союзнестских языках, английском, немецком, голландском и прочих. И более того, все вот эти результаты исследований великого ученого, гуманиста и путешественника, они легли в основу ряда изданий по всему миру, и в частности, шестидомника российского в семи книгах, который вышел вот в 2022 году, опубликован фондом имени Миклух Маклая, вот наиболее полного на сегодняшний день собрания сочинений. Например, рисунки ученого, которыми сопровождается и эта презентация, и до сих пор труды многих российских зарубежных ученых. Они являются также ценным этнографическим, антропологическим источником, потому что мы должны понимать, что тогда, сейчас мы можем запечатлеть все с помощью фотоаппаратов, видеокамеры, прочего, тогда этого не было. Поэтому Миклух Маклая, опять же, вот этот талант его к рисованию, благодаря этому до нас дошли вот эти ценные абсолютно рисунки. А всего их более 700. То есть, представляете, написать более 700 рисунков и написать более 6 томов научных трудов. Как биолог, например, Миклух Маклай был эволюционистом. Он себя, хотя таким не афишировал, он всегда верил, что вот эту способность организмов, особенно низших, изменяться вот под воздействием вот этой среды, то есть развиваться. И, естественно, в 1881 году Миклух Маклай основал первую в Южном полушарии биологическую станцию, в которой проводил свои исследования. Например, по его задумкам вот эта должна была быть сеть биологических станций, где ученые могли путешествовать по ним и спокойно проводить свои исследования, там бы у них было оборудование и все возможности, что впоследствии, во-первых, это было одной из первых вот этих попыток международного научного сотрудничества и в то же время идея, как раз опередившая, опять же, свое время. И важно понимать, что когда он еще поехал на съезд, второй съезд естеств воспитателей в Москве, он там предложил создать такую станцию в России, то есть еще до, там, например, сколько, за 20 лет до того, как он ее основал в Австралии. И как раз таки, его, опять же, идею поддержали, и теперь такая биологическая станция есть в Севастополе, которая уже является частью Российской Академии наук. И вот за многие годы своих экспедиций Николай Николаевич Миклухомаклай также сумел обрести, приобрести множество великолепных образцов предметов культуры, быта, искусства берега Маклая, Австралии, океании, юго-восточной Азии, которые теперь хранятся в музее антропологии и этнографии, то есть в Кунсткамере, а зоологическая коллекция путешественников хранится в зоологическом музее. Ну и вот также примечательно, что сам Миклухомаклай всегда считал себя зоологом, но впоследствии был признан мировой и российской наукой, как этнограф и естествоиспытатель. И не случайно вот эти все его идеи являются воплощением заповеди этнографа, который вот видим как раз же опять на этих слайдах. И опять же в 1970-80-х годах в России был учрежден на День этнографа. Профессиональный праздник российских ученых этнографов, он происходит 17 июля у нас. И вот в том году, в 17 июля, также у фонда и у академии была прекрасная встреча, которую многим до сих пор привожу в пример. Ну и более того, путешествия Миклух Маклай на берег, на северо-восточной побережье Новой Гвинеи, в принципе, могли оставить там более 50 географических названий, русских географических названий, причем. Причем в наши дни до сих пор сохранился, например, пролив Витис, который можно увидеть, опять же, на этом слайде. И он указан на всех мировых картах. Витис, напомню, это то судно, на которое Миклух Маклай впервые прибыл к берегам Новой Гвинеи в сентябре 1871 года. И сам ученый был не только отважен, добр, справедлив, он не только лечил больных берегом Маклая, жившим вот в этом каменном веке, он, естественно, подарил им топорли, ножи, саженцы, семена, то есть он принес им ту самую вот как раз цивилизацию, которую некоторые пытались принести оружием, некоторые пытались привести все насаждением религии и прочего. Николай Николаевич понимал, что это первый человек, по сути, в мире, который встретился с попуасами, поэтому он привнес это в их жизнь максимально продуктивно и получил максимальную отдачу. То есть, например, там начали вводить сельскохозяйственные культуры, орудия труда, которые привез Николай Николаевич, там, например, теперь на берегу Маклая есть слова топор, кукурузы, арбуз, русские слова и на Новой Гвинеи как-то. И, естественно, из-за этого в результате развития вот этих мифологических представлениями клух Маклая, он уже стал настоящим культурным героем, который проник не только в берег Маклая именно, в его культуру, но и в окружающие деревни, и вглубь острова даже. И именно в таком качестве, такой вот, в качестве вот этого человека, который несет новые познания и навыки, Маклая до сих пор предстает в местных легендах. Даже там случай был, уже в середине XX века, там, вглубь острова на Угвинеи прибыл несколько ученых зарубежных, и они их увидели, и сказали Маклая, потому что он был белого цвета кожи, и они сказали нет, там, и с другой стороны абсолютно, и они им показали железное орудие труда, а эти железные орудия труда назывались Маклай, и постоянно говорили ему, что это Маклай, Маклай, естественно, что это проникло в самую глубь острова, и это такой сильный отпечаток в местной мифологии. Ну и кроме того, Николай Николаевич был борцом за права коренных народов, он был одним из первых людей, которые вообще инициировали международное, попытался инициировать международное соглашение по прекращению работорговли, и он, например, в принципе, оставил после себя вот те необходимые данные для следующих поколений, дневники, научные труды, которые интересны как и широкому кругу читателей, например, так и отдельным ученым-специалистам. И вот с момента экспедиции Миклух Маклая на Новую Гвинею прошло почти полтора века. За это время, естественно, в мире произошли огромные перемены. Но вот этот подвиг русского ученого, его богатое наследие, они по сей день служат во благо сотрудничества и дружбы. собранный Миклух Маклая материал по-прежнему актуален для мировой науки, его свидетельство о Новой Гвинеи. Естественно, я надеюсь, все эти свидетельства и вот то наследие Миклух Маклая продолжите вы благодаря своим заявкам, благодаря участию в конкурсе экспедиции трех веков по следам Миклух Маклая. То есть сейчас вы уже можете начинать готовить там своим преподавателем, например, проект вашей собственной экспедиции на берег Маклая, на северо-восточной побережье Нового Гвинеи, в каких областях исследований вы будете там проводить свои исследования, может быть, что вы с собой возьмете в экспедицию, кто у вас будет в команде и прочее, и прочее. И вполне вероятно, что именно ваша заявка, она как раз таки вот ваш вот этот светлый ум молодых исследователей, он поможет обнаружить ту область изучения на Новом Гвинеи, которую следует более подробно изучить, в частности, во время и будущих экспедиций российских туда. Так что всем желаю успехов. Можете проходить вот по этой ссылке экспедишнами кухомаклая.ру, проходить там тестовые вопросы, например, которые, я думаю, вы успешно пройдете, и в частности, отправлять свои заявки по экспедиции. Если есть какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. И спасибо всем, что принимали участие в сегодняшней лекции. Спасибо большое, Александр, за интересную лекцию, дополненную лекцию. у меня несколько вопросов, если разрешите. Один из вопросов такой. Может ли вы назвать основную задачу, которую расставил перед собой Николай Николаевич в момент отступления, собственно, на попалную вене? То, что им двигало, да, желание узнать этот народ. Может быть, это была конкретная задача, и достиг ли ее Николай Николаевич в процессе своей экспедиции или в течение 15 лет свою исследованию? Спасибо. Да, спасибо большое. Это очень вопрос. Во-первых, так как Николай Николаевич был молодым ученым, естественно, у него были наставники. Например, у этого наставника Эрнс Геккель, то есть, они первое время действительно разглядел вот этот талант Миклуха Маклая, но, к сожалению, вот их впоследствии разделил вот этот взгляд на жителей вообще папуасов, там, бушменов и прочих, что, в принципе, Эрнс Геккель считал, что это раса, которая ни в коем случае не равна европейцам. Миклуха Маклай, благодаря вот тому, что он освоил вот этот большой материал по этнографии и антропологии, он понимал, что это, естественно, заблуждение. И его, так сказать, наставник Карл Максимович Берр, один из зачинателей антропологии в России, он уже был тогда преклонного возраста, и вот он также выступал, что нужно изучить, наконец-то, заселение Новой Гвинеи и доказать тем самым, что это такие же люди, как и остальные, естественно, собрав весь этот материал, пообщавшись с учеными и прочими. А первостепенную цель и тогда отправился на Новой Гвинеи. И он понимал, что на Новой Гвинеи, например, во-первых, население было не изучено, при этом на его примере нужно было показать, что все в мире равны. При этом на Новой Гвинеи можно было изучать и бодологию, то есть там было, сейчас мы знаем, что там есть 5% мирового биоразнообразия. То есть это, в принципе, 5% тех животных и прочего, которые есть только на Новой Гвинеи. Тогда, конечно, может быть, таких цифр не было, никто не знал, но об этом, в принципе, догадывались. Поэтому, благодаря своей экспедиции также ставил цели вот этого разнообразного изучения там местного населения, культуры, бытов, в то же время их антропологических особенностей, в то же время зоологии, ботаники, океанологии, метеорологические измерения. Например, он также описал, при всем при этом, как образуются облака вокруг гор, потому что эта местность очень холмистая. И то есть, благодаря своим разносторонним знаниям во многих областях, ему впоследствии удалось научным путем доказать вот это всему миру. Во-первых, равенство папуаскаса с европейским, они психологическим особенностям, психическим, никак не отличаются физиологически от европейских. И в этом стать действительно положником и, например, растительного мира, новой Гвинеи. И впоследствии, естественно, ему уже за более, да, действительно, более 15 лет своих экспедиций удалось достичь своей цели, но, естественно, одна из целей его была защитить местное население от колонизации, и он как старался, мог это сделать, но, к сожалению, у него жизнь была довольно коротка, он скончался на 42-м году жизни, так что, вполне вероятно, если бы он и прожил, может быть больше, мы бы еще, там, как минимум 6 томов о его путешествиях точно бы выпустилось. Поэтому, в принципе, это человек, который также писал, что вот он всегда стремится достичь своей цели, но он писал, что как только цели достигаются, появляются новые, он сказал, в принципе, это всегда бесконечный процесс, но все, что он заявлял, он, естественно, делал всегда, потому что его одним из принципов жизни был, если ты обещаешь, если ты что-то делаешь, то ты это делаешь, держишь свое слово и все, естественно, завершаешь до конца. Спасибо. Спасибо большое. И знаете, еще один такой вопрос. В лекции вы сказали, да, действительно, что на этом острове существовало много племен, говорящих на разных диалектах. То есть, вот они между собой, как бы, коммуникация отчасти у них, значит, плохо происходила, а иногда, может быть, у них были враждебные между собой отношения. Скажите, пожалуйста, при внесении железных орудий труда, ну, в частности, даже топор, да, как вы назвали, дало ли этим племенам в процессе дальнейшего исторического развития какое-то преимущество над другими племенами? Или они уже попали под влияние англичан? Спасибо. Опять же, очень интересный вопрос, потому что ситуация на берегу могла и сложилась тогда как... В принципе, я тоже думаю о том, что вот, например, если он привнес железные орудия труда и прочего, естественно, кто-то мог их, естественно, додуматься использовать для... как холодное оружие или прочее. Но вот там вот, опять же, то уникальное отношение Миклуха Маклая, которое он выстраивал с жителями окрестных деревень, то есть, например, там на 300, на более километров доносились слухи, что среди них живет Маклай, для них он был полубог и прочее. То есть это был дух и так далее. И он всегда выступал против конфликтов между племенами. То есть, например, был же случай, там, например, укусила мальчика змея, мальчик, к сожалению, скончался в одного из племеней. Племя, говорит, это колдун со среднего племени так наколдовал, чтобы его змея укусила. Они приходят к Миклуху Маклая, говорят, мы хотим с ним воевать за это. Он говорит, он, естественно, по ним смотрит, понимает, что это укус змеи, что это случай, но точно не колдун. Он говорит, что, естественно, нет. То есть, если вы будете... Ну, лучше с ним не воевать, так что ждите, это вот такое случайность вышло. Потом повторяется такой же случай. Они к нему уже приходят, говорят, мы точно будем с ним воевать. И тогда ему как раз таки оставалось применять вот эту смекалку. Он налил в блюдце спирт, поджег, дала. Естественно, он сначала перед этим дал отпить папуасам, показав, что это как бы вода. Потом налил уже туда спирта, поджег, уже кинул спирт, и он сначала кинул его на веранду, отчасти на веранде, там он продолжал гореть, а потом и в море. И в море он продолжал гореть какое-то время. Естественно, там все встали кавкопаны, испугались, подумали, нам лучше не гневать Маклая, чтобы не дай бою, что какая там война, ладно, мы лучше его как бы вот этим раздражать не будем. Ну и в частности тоже сами папуасы иногда, когда они путешествовали в различные деревни, например, сами папуасы приходили в деревню, например, ну где они сами-то для нее явно не пойдут. То есть, во-первых, она и далеко, и население там может быть враждебное. А когда они приходили с Миклухом Аклаем, там уже все относились к нему, ну как понимали, кто это, слухи доходили. Но в то же время и сами папуасы рассказывали, специально отчасти придумывали некоторые такие сверхъестественные свойства Миклуха Маклая, чтобы показать, что вот мы под защитой вот этого человека, так что, ну как бы, так что, знаете, что с нами лучше не связываться, и мы будем жить в мире и прочее. Так что, естественно, вот эти его уникальные отношения, которые, как бы, помогали держать в узде, то есть, вот это, предотвращать конфликты, они сохранялись до его жизни. А впоследствии, естественно, когда уже пришли колонизаторы, то наверняка, я думаю, местные жители использовали уж любое оружие и прочее. Там же, естественно, были восстания. Так что, наверное, впоследствии это может быть как-то и выразилось. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо. Вот вижу, Никита руку поднимает. А, у меня вопрос насчет фотокамер. Ну, я не только знаю, что фотокамеры были изобретены где-то, ну, в конце, в конце полета, и еще, когда они были изобретены и позже. А фотокамеры-то, естественно, были тогда? То есть, как бы, это вопрос-то, как бы, в другом. Во-первых, фотокамеры, как мы знаем, уже они были, а сейчас они не такие большие, прочее. Мы их можем в карманах и так далее переносить. Тогда фотокамера это была такая вещь, которую надо с собой брать отдельно, можно сказать, несколько сумок и, в принципе, ее перевозить. И когда человек же, опять же, отправляется в экспедицию, он туда в то же самое время самое необходимое и в то же время самое ценное. И важно понимать, что тогда это был особенно хрупкий предмет, поэтому вообще в 21 веке иногда камеры не выдерживают влажности на Новой Гвинеи, там тоже всегда 27 градусов круглый год и влажность высокая. Может, может, где-то строя выйти. А тогда-то уже в то время, естественно, стоило понимать, что она обязательно придет в негодность, потому что и транспортировка и прочее. И, в принципе, это был незначительно, утягощал багаж. Поэтому, в принципе, тогда, мне кажется, воздерживались от использования камеры и прочего подобных экспедиций. Ну, естественно, ограничивались своими рисунками. В то же время, как ограничивались, обладая таким талантом, такими или такие рисунки дошли до нас, их до сих пор используют. Они этнографически выверенные, то есть там и прямо, и в профиль все прекрасно зарисовано, то есть они обладают большой ценностью. Так что, в этом случае, Миклух Маклай помог его в талантах рисования. Может быть, есть еще какие-то вопросы? Петренко и Горда, я вижу. А можно вопрос? Да, конечно. А что Ваша экспедиция исследовала в 2019 году, в которой Вы участвовали? И про Вас проговорили? Благодарю. Спасибо за вопрос. В 2019 году мы ездили в Папуа-Новую Гвинею. Там я Вам еще впоследствии расскажу в третьей лекции об исследованиях в 21 веке. Там будет экспедиция 2017-го, начало 2019-го годов, уже потомка и полного тезки путешественника Николая Николаевича Миклуха Маклая-Младшего. Но в 2019 году в конце мы ездили организовывать там курсы русского языка, открывать российский кабинет в Папуа-Новую Гвинею, в столице страны, в городе Порт-Морсбе, где местные жители могли знакомиться с русской литературой, с русской географией и прочее. То есть, настоящий русский уголок в Папуа-Новую Гвинею. И при этом проводить различные образовательные мероприятия, то есть, благодаря которым сами новогвинейцы больше узнавали о нашей культуре, они узнавали о нашем образовании, как, например, учатся ученики вашего возраста, как учатся студенты и прочее, то есть, они знакомились с российским миром, а потом уже впоследствии, естественно, знакомили россиян уже в России с тем, как живут Папуа-Новую Гвинею. И там были курсы русского языка, они прошли с большой популярностью, то есть, там курсы организовывались и в университете, и в национальной библиотеке. И на эти курсы ходили буквально, потому что, естественно, каждый раз там, и я был, там на эти курсы ходили люди буквально от первого, второго класса, если считать по российским меркам, третьего, и до людей пенсионного возраста. И причем было столько мест, что там ставили, например, 30 стульев, приходилось приносить еще 20 стульев, потому что, ну, люди прям буквально осаждали вот этот экран и все изучали русский язык, так что, естественно, благодаря вот той памяти, тому дружественному отношению, который Миклуха Маклай продвигал как раз во время своих экспедиций на Новый Гвиней, до сих пор его помнят, и все это помогает выстраивать вот эти дружественные отношения, дружественный интерес к России как у Папуа-Новогвинейцев, так и у россиян. Хорошо, спасибо. Вам спасибо за вопрос. Может быть, еще есть какие-то вопросы у кого по экспедициям, Николай Николаевич, Миклуха Маклая? Я думаю, ребят могут вполне вероятно появиться вопросы, если уже самостоятельно начнут немножко прорабатывать материал при подготовке своего проекта. И на следующей уже лекции, я думаю, что они могут, да, задать какие-то интересные вопросы? Конечно, конечно. Ну, вот таким образом, да, можно попробовать. Загласен. Мне кажется, да, это будет отличный формат, то есть вопросы, естественно, появятся, так что на все с радостью ответим. Так, ну, вижу, больше пока вопросов нет тогда. Раду всех приветствовать сегодняшнее, а вот вопрос, да. Микрофон включить можно там. Извините за то, что беспокою, но мне вот интересно, как европейские болезни не повлияли на Горяныш и Черехи. Спасибо за вопрос. Да, это действительно интересный вопрос, потому что во многом, когда европейские путешественники и так далее, прибывали в какие-то либо острова-океане, естественно, они с собой привозили какие-то болезни и прочее. Но на Новой Гвинее ситуация такая. То есть сам Микрофон Маклай писал, что он отправлялся там, как известно, на неизвестный остров, где живут, как писали европейские ученые, там различные люди, или не люди, или неизвестно что, и там происходит вообще там кровожадное и так далее. Но туда прибывает Микрофон Маклай, у него все идет хорошо с местным населением, у него хорошо идут исследования, то есть он в уникальном месте, где можно исследовать абсолютно все. И в то же время говорит, невидимое, невидимое вот это препятствие, которое для него там стало таким, ну, отчасти через спустя там многие десятилетия роковым, это малярия, которая тогда, естественно, в то время, это сейчас ее лечит спокойно, и так далее, то есть сейчас уже нет таких, нет таких прям условий для ее распространения. А тогда, естественно, все это было, и малярия, как раз таки наоборот, помешала Микрофон Маклай как раз таки совершить вот эти исследования. Но говоря о болезнях, то, естественно, с Микрофон Маклай, в принципе, туда никаких болезней и прочего не заносил, но в то же время на Новой Гвинеи многие путешественники прибывали, то есть мы знаем, Николай Николаевич жил там 30, более 30 месяцев, и проводил исследования, например, на западном берегу Новой Гвинеи. А в начале 20 века прибывал туда ученый, побыл там неделю, и сказал, невозможно, ну, говорит, тут просто невозможно проводить исследования дольше. В принципе, Микрофон Маклай показал своим примером, что все это возможно. Так что болезни он туда, в принципе, никаких не заносил, но в то же время малярия сильно так ему, ну, осложнила там жизнь. Но, вопреки всему этому, он всегда старался мобилизовать вот эти все особенности своего, точнее, все силы своего организма, чтобы проводить там исследования, потому что он понимал, с другой стороны, что это, на нем лежит огромная ответственность, поэтому, естественно, он старался все это дело завершить до конца. У меня какие-то вопросы вижу, да? Спасибо большое. Вам спасибо. Я вот слышал то, что вот на островах Микронезии существует, если ты порежешься, то может занести активную инфекцию, и ты там вряд ли вылечишься. Такое было с Миклухом Аклаемом? У него, спасибо, да, за вопрос. У него ситуация была какая? Там преимущественно одной из проблем была, то вот в основном, малярия. Но, так как важно понимать, что Миклуха Маклай в том числе изучал Юго-Восточную Азию. И, например, это был человек, который одним из первых вообще совершил инфекцию в джунгли Малакского полуострова в Малайзии. То есть, впоследствии, после него только через 30 лет люди это начинали делать и как-то описывать местное население. Миклуха Маклай сделает уже в 1870-е годы. Причем сразу практически после экспедиции на Новую Гвинею, там разница в несколько, один, два, три года. И вот там у него был случай, когда там было какое-то растение, у которого были очень прочные шипы. И они вот как раз таки получились, он встал на это растение, несмотря на то, что бальтинки были крепкие, там специально для экспедиции и прочего, оно проткнуло подошву, естественно, наткнуло ему как-то там в ступню. И из-за этого он как раз таки, он все равно закончил экспедицию, вернулся там вот из этой первой экспедиции по малайским джунглям. И после этого ему пришлось уже, да, там, лечиться около четырех месяцев, потому что там были, в принципе, последствия малярии, да плюс еще и вот это, так что, естественно, там, ну, вероятно, какой-то ущерб это, естественно, урон какой-то и не несло. Но на Новой Гвинеи, в принципе, вот таких, чтобы там, ну, так сказать, травм, которые могли там как-то заносить инфекции и прочее, там у него, в принципе, не особо и было. Вижу, Никита, вопрос, да? А, я вот слышал то, что была такая же экспедиция у Турхирадавы. Это, мы вижу, слышали? Что-что? Экспедиция Турхирадавы. Нет, нет, не слышал. Что-то там у них было. Они на поток, в общем, проплыли по пути и доказали то, что жители, древние жители Восточной, ну, именно, ой, в Латинской Америке заселили Микронезию в прошлом, очень давно. Угу. И вот он жил до этого в Микронезии, и вот у него случилось, он жил женой, и вот жена вот заболела вот этой инфекцией, когда она порезалась и там занесла инфекцию себе. Ну, в принципе, бывает такое, потому что там тоже, ваше понимать, что в той же Микронезии, естественно, климат он и более влажный, и более теплый, так что вполне вероятно, если там еще и примет, естественно, не 21 век, даже не 20-е, то есть, ну, понятно, что такое, естественно, происходить может, но сейчас, опять же, важно понимать, что сейчас уже, в принципе, люди со всеми этим научились бороться, поэтому тогда были, да, к сожалению, вот такие случаи, сейчас уже практически, но их очень-очень-очень-очень мало. Тоже благодаря развитию медицины и спасибо. Ну, в принципе, спасибо за вопрос, это очень интересно. так, ну, пока раз вопросов, пока больше не вижу, буду рад вашим вопросам на следующие лекции, следующая лекция будет в советских экспедициях, на этом, я думаю, мы с вами на сегодня закончим, спасибо большое, что приняли участие в сегодняшней лекции, благодарю, как всегда, академию, всегда очень активная, активная публика, поэтому вас прочитать лекции здесь действительно одно удовольствие, и здесь потом общаться тоже с учениками, с преподавателями, это всегда радует. Спасибо вам большое, и думаю, на этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо и вам, мы были рады с вами встретиться сегодня, и до новых встреч на следующей неделе. Спасибо вам большое, спасибо, Алексей Александрович, до новых встреч.